Всем привет! У нас сегодня суббота, и я проснулась с мыслью о том, что я хотела бы найти вот эту книгу «Секреты красоты корианок». Урода! Это красота по-польски. Я уже дала перечитать эту книгу многим своим подружкам. Если вы ещё не слышали о ней, то советую много всякого интересного. И спустя несколько часов я очнулась. Что бы тут толково сказать? Я просто начала перебирать всё, что у меня есть. Оказалось, что у меня по непонятным причинам куча косметичек, каких-то пробников. И, господи, боже мой! В общем, возможно, то, что я сейчас показываю и рассказываю, смотивирует вас на то, чтобы тоже сделать небольшое расхламление в своих косметичках, в доме, так как я сегодня и постель перебрала, и всё перестирала. И вот достала все свои гель-лаки, разные тут штуки для гель-лака именно в домашних условиях. И оказалось, что у меня всё уже настолько старое, просто надо заказать новые баночки и буду делать гель-лак сама дома. Я всё-таки остаюсь верна бренду Самилак. И как только закажу их стартовый набор, я обязательно покажу вам, какие цвета выбрала. Но всё это будет чуть позже. Я тут навожу порядки и выбрала кисточки, которые мне надо будет вечером помыть. И здесь, как видите, у меня пустые банки и что-то запасное, что я хотела попробовать. Короче, девчонки, так же, как я, не ленитесь и приводите в порядок пространство, в котором вы живёте. Ну а я продолжаю перебирать всё своё богатство. Конечно, до того момента, как я не начала вести свой блог, всё было гораздо скромнее. И вот когда я готовлю для вас какой-то материал, какое-то видео, я сначала всё складываю в контейнеры, пробую месяц, а то и дольше. И потом, когда у меня появляется время, я просто беру контейнер и снимаю видео. Так мне гораздо проще, а то пока я соберусь, пока насобираю все вещи, которые я хотела бы показать, вообще полдня пройдёт. Так что всё готовлю заранее. Покажу вам несколько фотографий из моего прошлого, только не смеяться там. Это моя очень старая страничка ВКонтакте. Она недействующая. Я сюда практически никогда не захожу. И вот, к примеру, вот эта фотография была сделана в 2008 году. Меня фотографировала моя двоюродная сестра. И как раз вот эти дни мы с Томиком и познакомились. Мы с ним переписывались. И прикольно то, что вы мне понаписывали. Оказывается, много моих зрительниц познакомились со своими вторыми половинками именно в интернете. Так что, девчонки, это очень даже реально. И моя история это не исключение. Исправил. Вот эту фотографию я считала прям суперкрутой. Ну и щёки у меня здесь. Я, кстати, сейчас худею, чем 10 лет тому назад. Я никогда не была прям какой-то суперпышечкой. Но я думаю, что ещё плюс килограмм уже вообще выглядело бы так, знаете, как пончик. Это моя первая поездка в Польшу. В Кракове мы тогда были. Где мы только не были. Вот видите, я тогда носила очень длинные и довольно густые, как для меня, волосы. Такая малышня. И сейчас, подождите, покажу вам. Вот эту фотографию я очень любила. Это мы во Врославе, как сейчас помню. И вот эта фотография была сделана в квартире, которую компания Томака снимала. Ну, для того, чтобы работники там останавливались. В основном он там ночевал. Чего-то голос пропадает. Как видите, брови у меня тогда были гораздо тоньше, длиннее. Мои впадины тоже со мной. И я тогда, кстати, наносила более плотный крем. Пудра Max Factor. Классная пудра, между прочим. Наша первая поездка в Хорватию. Любовь, морковь. Это уже 2009 год. И тогда я уже собиралась переезжать в Польшу. Вот эту фотографию я тоже любила. Она была сделана случайно. Когда мы просто проходили по такой узенькой улочке. В Хорватии это остров Црес. Что-то еще. Ну, вот посмотрите. Я как бы худышом прям никогда не была. И это я уже похудевшая, между прочим. Моя подруженция, любимая Ксюшенька. Очень тебя люблю. Тогда я просто настолько влюбилась в Хорватию. Мне казалось, что я попала в рай. Ну, очень красивая страна. Это правда. Сейчас Томаш. Ну, что, только себя буду тут сливать. Это 10 ноября. Ну, довольно поздно выставила. А, это мы только познакомились с Михалом и с Анеткой, между прочим. Это Анетта меня фотографировала. Они уже не вместе. Но фотографии остались. Это 2010 год. Вот как-то мне не стыдно, когда я просматриваю эти фотографии. А вот что касается фоток из таких школьных лет, ну, это просто капец. Вот мы с Томиком тоже в Венеции. Что-то еще. Что-то у меня тут одни фотки из Хорватии. Тоже 2010 год. Когда-то у меня была такая машина. И вы себе не представляете, как сильно я ее любила. У меня была тестовая версия. Ну, то есть на ней можно было провести небольшой тест-драйв. И я ее купила с пробегом, по-моему, 3000 километров. Ну, в общем, немного. Зато она была гораздо дешевле. И у нее внутри был такой классный салон. И я просто мечтаю, что когда-то я снова куплю такую цацку, а не просто удобную машину, в которую будет помещаться велосипед, багаж, двое кресел для детей. Я не говорю о кабриолете. Ну, хотелось бы просто какую-то машину для души. Очень забавная фотография. Ну, я ее прям обожала. Это 2011 год. Наша поездка в Прагу. Я так давно не видела этих фотографий. Даже не знаю, чего можно ожидать. И вот этот наряд мне казался прям суперстильным. Не, ну и что. Даже сейчас неплохо. Вот здесь Томек абсолютно не похож на себя. Казалось бы, только прическа. И тоже короткая стрижка. Длина особо не изменилась. Ну, может, чуть-чуть. Просто по-другому сострижены волосы. И совершенно другой человек. Я даже иногда подговариваю Томка, чтобы он снова сделал себе такую стрижку. То все ходят с приблизительно одинаковыми. Это еще наш старый. Собачка его уже нет. Мой брат малой сейчас. Он уже брутальный мэн. Посмотрите, ну прикольно, правда? Надо его отправить к какому-то нормальному парикмахеру. А то он ходит. Просто, вы знаете, идет. А! Зайду к кому-то там. Расскажу, как меня постричь. Говорит, что все стригут приблизительно одинаково. Вот правду говорят, что женщина в положении. Прям расцветает. Я здесь то ли на пятом, то ли на шестом месяце беременности. Еле втеснулась в свое платье. В последний момент оказалось, что прям туговато застегиваются. И я здесь какая-то такая отдохнувшая, выспавшаяся. И, наверное, это был последний момент, когда я выглядела так. Дальше было хуже. Наглядный пример. Здесь у меня уже есть ребенок. И ему пять месяцев. Ну, как-то так. Я тогда очень сильно нервничала. Вот. Это, по-моему, уже после операции. Я вообще немножко потрепанная с мамой. Моя мама сейчас тоже выглядит гораздо лучше. Такая малышня, мой Захарка. А сейчас уже бегает. Надеюсь, вам было интересно посмотреть. Может, даже улыбнулись по ту сторону экрана. Пересмотрите свои фотографии. Это очень забавно. Посмотрите, какие у меня длинные волосы раньше были. Так что сейчас моя длина, для меня это действительно вот кардинальные изменения. Я всегда ходила с длинными волосами. Вот вроде тебе ничего не надо. Но потом подружка говорит, я бы хотела заехать в торговый центр. Заехали. На кофе и пообедать. И кучу всего интересного нашли. Буду примерять. А мой наряд сегодня футболка. Вот эта вот подвеска. Очень старый браслет, которому лет 6, наверное. Сумка тоже. И только босоножки из Зары. Какая классная юбка. Конечно же, не к этой обуви. Но на осень. Если вы хотели попробовать носить юбки Миди, то сейчас на распродаже можно столько всего интересного найти. Настя говорит, надо брать. Что-то я не поняла. Вроде задумка неплохая. Особенно если вот так. А дальше... Я, по-моему, похожа на Карлсона. Продолжаем веселить народ. Неплохой сарафанчик, между прочим. Он такой как бы как махровый. И вот с таким украшением. Если еще купить красивое кружевное белье. И с кем-нибудь с сандалями. На пляж куда-нибудь. Или на берегу моря. Там, не знаю, озеро в моем случае, наверное. Или даже на гриль. Симпатично. Мы сейчас зашли в Парфуа. И каждый раз здесь что-то можно найти. Вот я говорила вам, что мне очень нравятся такие модели. Ну, хватит. Мне не хочется повторяться. Вот эти нет. Но сзади тоже очень даже стильные. Какие еще? Эти нет. Мои. Вот эти симпатичные. Которые можно будет носить потом. Ну, не только в этом году, а вообще. На протяжении нескольких лет. И вот эти мне очень нравятся. Симпатичные. Самый инстаграмный магазин с декором для дома. Я как-то много раз здесь была. Ну, всего лишь несколько раз купила какие-то мелочи. О, может, что-то для видео выберу. Ну, чтобы потом вам красиво все это показывать. Для соли, какие-то баночки, для сахара. Нет, это как раз только для сахара. Ну, все, что только душа пожелает. Мы ремонт уже давно закончили. Меня все никак невозможно остановить. А вот это прямо моя тема. Я еще не переболела синим цветом. Больше не помещается декора. Ну, хотя бы походить, знаете, порассматривать. Такое уютное всякое. Очень нравится. Ну, честно говоря, я бы купила что-то хендмейт. Наверняка это кто-то тоже вязал. Но я люблю поддерживать тех, кто сам вяжет. А моя салфетка у меня от мамы. Для кухни. Да, в принципе, не только. Но когда передо мной столько всего, у меня начинают разбегаться глаза, и я выхожу без ничего. У вас тоже так? У кого так же? Отпишитесь. Надеюсь, я не одна. Вон здесь. Инстаграмная, я же говорю. Даже на подарок, допустим, такое что-то. Делюсь с вами своим уловом. Я взяла вот эту юбку из манго. Но посмотрите, что с ней произошло. Она полежала буквально сутки в пакете и превратилась во что-то такое. Если она не расправится, то придется вернуть. Пока что не буду снимать этикетку. И на нее была очень хорошая скидка 50%. В Заре взяла такие же брючки, как у меня есть. Обычно классические брюки из Зары на мне сидят хорошо. Так что взяла даже без примерки. И на них тоже была скидка 50%. Хотя изначально они стоили недорого. Зато для малышей я нашла кучу всего. Как-то так получилось, что в этот раз я купила все только Захарчику. И как видите, с мыслью о осени. Запасаюсь заранее. А то, как только наступают холода, наш бюджет прям очень сильно страдает. Если хочешь купить несколько пар спортивных штанишек, джинсы, куртку в садик для выходного дня. Мой Захар просто так сильно пачкается, что по-другому у нас не получается. И все это стоит столько же, сколько для взрослых. Ну, практически. Так что, когда увидела вот такую куртку из Зары со скидкой, купила она не какая-то прям долговечная, но выглядит прилично. Так, знаете, когда только наступают холодные дни, что-то там надеть, она особо не греет. Или в машину. И вот эта кофта мне тоже очень понравилась. Заря взяла. Очень хочется верить в то, что голова будет пролезать нормально, а то иногда что-то как купишь на скидке. Надо будет еще попросить Захарку, чтобы он это попримерял. Я уже вижу, с каким довольным лицом он все это будет делать. Ну, хотя бы приложить, не знаю, там, или сравнить с тем, что у нас уже есть. И он у нас высокий парень. Так что я решила взять все для 6-7 лет. За лето он еще и вытянется. Вот такие моднявые джинсы, как будто с брызгами краски. Нашла в Mango. Не было каких-то супер больших скидок, но зато были наши размеры. Вообще-то самые классные спортивные штаны для деток в Next. Но те модели, которые нравятся мне, всегда разбирают в нашем размере. Мне очень сложно что-то там поймать. И я постоянно, вот не думаю, каждый день, каждое утро надо посмотреть, что там пришло в Next. И, ну, не удается мне. И в H&M мне тоже очень нравится детская одежда. А вот эти вот из Mango выглядят стильно, но темные цвета. Не берите, они очень быстро вытираются на коленках и выстирываются. Вот это такой, знаете, темно-серый цвет. Еще как-то сойдет. У нас было несколько темных штанишек именно такого плана из Mango. И все они потеряли свой товарный вид спустя 2-3 стирки. А вот с джинсами все окей. Эти тоже серые и зауженные. Будем модничать. У нас вообще такое лето, весна была очень классная. Сейчас прохладно, постоянно ходим в спортивных штанах, в каких-то кофтах. Вот это скорее летние брючки. Мальчики поедут в Хорватию без меня на 3 дня. Сейчас все буду паковать. И вот здесь 3 кофты. Одна для выходного дня, когда будем ехать к бабушке. Она всегда так смотрит, во что одеты мальчики. Но мне и самой нравится, когда детки не просто там в каких-то кофтах, в которых ходят в детский сад. Хотя у нас сейчас Захар любит сам наряжаться. И как наденет что-то, но я особо не командую. Вот это прикольное с буквой М, как мушинский. И вот такая полосатая, очень освежает. Вот такие покупки у меня для деток. Если увидите что-то онлайн, теперь можете себе представить, как это выглядит в реальной жизни. Мне кажется, что за эти 3 дня я сойду с ума. Честное слово, мне никогда не было так одиноко. Я сумасшедшая? Скажите мне. Я даже пошла побегать поздно вечером. Толком не смыла макияж, расставила глаза. Вот. И побегала 40 минут. Вроде как стало легче, но я понимаю, что сегодня я не усну. Вообще не могу заходить даже в детские комнаты. У нас никогда не было таких ситуаций, чтобы я одна оставалась дома дольше, чем на целый день. То есть дети всегда возвращались на ночь. И... Черт, я даже не могу зайти в детскую комнату. Представляете? Ни в одну, ни во вторую. Я схожу с ума. Ну, вроде как должна радоваться. По-моему, это первый и последний раз, когда я отпускаю их одних. И, наверное, я даже сегодня не смогу спать. Пошла на поводу у мужа. Теперь мне настолько не по себе. Завтра у меня будет ночевать подружка. И я никогда бы не подумала, что я буду так сильно страдать одна дома. Надо было бы отдыхать и радоваться. И просто, наверное, с непривычки. Вот мои массажеры для лица. Вы спрашиваете, начала ли я уже заниматься с Катей. Она была в отпуске, но когда вернется и порешает все свои срочные дела, мы приступим к фейс-фитнесу. Я как-то упоминала об этом. Короче, вот это массажеры, которыми я пользуюсь давненько. Вот это мой самый любимый от The Body Shop. Это моя вторая штука. Первую мне умудрились разбить малыши. Вот эти вот шарики очень тяжелые. И, да, я не каждый день пользуюсь массажерами, но я вижу эффект и вообще сразу так чувствуется и прилив крови. Классная вещь. Ну, как бы профилактика, морщины и все остальное. Гравитацию никто не отменял. Но меня это очень сильно расслабляет. И, ну, вот я даже не подозреваю, что мое лицо настолько сильно напряжено. А вот после массажа я чувствую, что вот все мышцы как будто, так знаете, становятся мягче, что ли. А вот это, это лопатка Дорфан. И вот этот массажер для области вокруг глаз тоже у меня от Дорфан. Я не уверена, что их можно купить. Скорее всего, нет. Они, ну, вот этот, может, стоит поискать, без понятия. А такой вот массажер точно давали при покупке каких-то средств. Есть клиентские дни Дорфан в разных магазинах. А вот эта вот керамическая лопаточка, я как-то показывала во влоге, как я делала ее массаж, она точно вдохновлена разными азиатскими, заговариваюсь, азиатскими массажерами. И на ebay, вот если вписать керамический массажер, то, скорее всего, вам покажутся разные варианты. Так что, если хотите что-то такое попробовать, то я думаю, что ebay это первое место, где стоит начать поиски. И еще сейчас такие есть, вот знаете, как бы валики, которые сделаны из камня. Если они у вас есть, и вы ими пользуетесь, довольны, пожалуйста, поделитесь своим мнением, а то присматриваю, сейчас они настолько популярны. И мне кажется, что если кто-то увидел бы что-то такое в моей прикроватной тумбочке, подумал бы, что я еще та извращенка. Рассказываю вам все, почему я так тоскую, что произошло, где томы, где дети. Ой, я сейчас в такой маске, это Glam Glow, вот это с блестками. Это первая маска в моей жизни, которая вызывает у меня какое-то такое недоверие. Мне кажется, что блестки не должны быть в уходе, тем более такие крупные. Возможно, я ошибаюсь, но так как у меня сегодня девичник, мне захотелось нанести на себя все самое лучшее. Пойду бы сушу голову, и потом еще воспользуюсь вот этими патчами от Lancome, Genifique. Они гораздо лучше, чем Shiseido, но сейчас не об этом. Баловать себя так по полной программе. Я, возможно, сниму собиралку, если успею, и хочется сделать что-то такое поярче. Короче, возвращаюсь к теме. Где же Томек? Мы с ним были в кино, и вы знаете, а возможно, не знаете, но в общем, если следите за футболом, то знаете, что Хорватия прошла очень далеко, мой муж влюблен в эту страну, и мы сидели в кино, и он говорит, Оля, а поехали на матч, ну просто, чтобы посмотреть где-то там в кафе, в ресторане, не знаю, с хорватами, именно футбольный матч. У меня по работе не получается поехать. У меня как раз вот эти дни, там понедельник, вторник, среда, возможно, очень серьезные лично для меня проекты, и как бы мне надо там и учиться, и всякое такое, я просто не смогла бы поехать. И он меня спросил, Оль, могу ли я поехать с детьми и с дедушкой? И сначала так отдыхать без меня, ну то есть на 3-4 дня. Сначала, знаете, такой ступор, типа, а как же я, а как же мама, как вы так поедете, мол, на море, без мамы. И не то, чтобы какая-то обида, но и страх, и уже тоска сразу какая-то появилась, и ну как-то так мне сразу было не по себе. Но дело в том, что Томак такой человек, которому нужно чувствовать, во-первых, свободу, во-вторых, он очень любит куда-то ездить, я всегда его куда-то отпускала, для него это важно. И вот если вы живете с молодым человеком, с мужчиной, я выгляжу очень серьезно в таком видео, но вы должны учитывать интересы своего партнера, даже там подруги, не знаю, кого угодно, близкого человека, которым вы дорожите, потому что все восполняются по-разному. И вот знаете, мог бы быть муж, который пошел бы там на пиво, или вообще поехал бы за границу куда-то с друзьями, набухался бы, еще непонятно, чем бы это все закончилось, вот такое я не приемлю. Но если папа хочет взять маленьких детей и своего отца и устроить такую мужскую поездку, пусть даже на море так получилось, что Хорватия, да, не так далеко, это 10 часов езды на машине, ну как, относительно недалеко. И, конечно же, как мама, я переживаю. И, конечно же, мне хотелось бы быть частью вот этого мероприятия, но так как, знаете, и дед загорелся, у моих малышей один дедушка, и они очень сильно его любят. Я думаю, что по влогам вы также видите, что у них очень теплые отношения и это в реальной жизни точно так же. Мы не играем на камеру, я иногда что-то там включаю и делюсь с вами самым сокровенным. И я решила, пусть едут. Как раз в такой ненужный момент закончилось место на карте памяти, я думала, что я уложусь там в 2 минуты или 3. Так вот, я за то, чтобы у каждого человека была возможность реализовывать его какие-то маленькие мечты, планы. Вот если кто-то нуждается в свободе, тем более в такой, о которой я сейчас говорила, поехать с детьми, куда-то почувствовать себя суперпапой, я знаю, что Томак в этом прям нуждается. И раньше, когда Захарка был маленьким, и Томак просил себя, вот знаешь, отпусти меня одного куда-то там с ребенком в бассейн. Я всегда переживала, что он голову ему не досушит, что он там его не накормит, что не досмотрит, еще что-то там. А потом я как-то расслабилась и понимаю, что благодаря вот этому и он восполняется. И я могу расслабиться, даже заняться какими-то делами. Я сегодня убиралась, я сегодня впервые за очень долгое время встала в 10 часов утра. Ну, как бы я до 3 часов ждала, когда они приедут, и мне перезвонят, скажут, что все хорошо, но все равно я выспалась. Так что, просто, наверное, конкретно моей ситуации надо быть благодарной за то, что у меня есть возможность быть не только мамой, женой, там, хозяйкой, но еще и просто девушкой, подругой, и даже посвятить вот так себе какое-то время. Конечно же, я переживаю, и это, наверное, нормально. Если честно, то я всегда переживала, что вот Томик там не следит особо за ними. Ну, как не следит, он просто не так паникует, наверное. Маска приклеилась к ногтю. И потом все-таки Захар именно со мной сломал руку, Игнат там со ступенек покатился именно со мной, так как, вот знаете, я очень часто хочу объять необъятное, и вот этот синдром, я все сама сделаю лучше, это очень плохо. Когда у нас родился Захарка, мне казалось, что Томик неправильно переодевает ему памперс, что он неправильно его держит, что он неправильно дает ему попить там, что он неправильно его развлекает, вообще просто казалось, что только я знаю, что нужно моему ребенку. И в конечном итоге, что я была самой уставшей, я была самой раздраженной, я вообще не имела желания заниматься ничем, даже тем, что раньше мне доставляло какое-то удовольствие. Так что, девчонки, иногда надо отпустить ситуацию, и я счастлива, ну, то есть, как я рада, что я могу побыть одна, там, что-то поковыряться в своих масочках во всех, и просто провести время с подругами, и Томик просто пусть почувствует себя немножко свободным, ну, вот в таком плане. Он давно хотел куда-то поехать с детьми, и, кстати, мы собираемся в отпуск, так что мне сейчас надо там позакрывать все дела, именно поэтому я не смогла поехать, но следующая поездка обязательно будет у нас семейная в полном составе. Маска начинает застывать, я надеюсь, что вам было интересно со мной пообщаться, и они скоро вернутся, я думаю, что в следующих влогах мы уже будем все вместе. Если вам понравилось, не забудьте поддержать меня пальчиком вверх, это очень мотивирует. Все, всех целую, обнимаю, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok